Продолжение следует... Здравствуйте! Продолжение следует... Несмотря на то, что изначально масштабы океании могут показаться сравнительно небольшими, как мы видим на данном слайде, сам регион простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента. Говоря о масштабах региона и для более детального его восприятия, нам необходимо отметить, что крупнейшее государство океании, Папуа-Новой Гвинея, по своим размерам сопоставимо с Германией. В океане расположено 13 независимых государств, куда входят Папуа-Новой Гвинея, Вануату, Соломоновые острова и примерно столько же самоуправляющихся территорий, принадлежащих Австралии, Новой Зеландии, Франции или США. Считается, что еще 60 тысяч лет назад острова океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанийских народов берет свое начало из Юго-Восточной Азии. Океанию принято делить на три историко-культурных ареала – Меланезию, Микронезию и Полинезию, как мы опять же видим на данном слайде. В Меланезию населяют 11 миллионов человек и в ней располагается как раз Папуа-Новой Гвинея. В Полинезии проживают около 700 тысяч человек, а в Микронезии около 500 тысяч. Кстати говоря, в Микронезии также располагается самое маленькое государство региона, которое называется Науру. Оно простирается на 17 километров в длину и на 15 километров в ширину, и ее население составляет около 10 тысяч человек. Безусловно, Николай Николаевич Миклуха Маклай вошел в мировую и отечественную историю как выдающийся ученый-гуманист, путешественник и общественный деятель. Обладая необычайным талантом и тягой к научному познанию мира, Миклуха Маклай более 15 лет проводил этнографические и антропологические исследования, во всех трех историко-культурных областях океании. Но все же большая часть его работ посвящена жителям северо-восточного побережья Новой Гвинеи, среди которых он прожил более двух с половиной лет. Так, 20 сентября 1871 года, Миклуха Маклай впервые высадился на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, где еще не ступала нога европейца. Во время первой экспедиции ученый пробыл на этом побережье 15 месяцев и назвал его берегом Маклая. Ученый затем еще дважды посетил эти места в 1776-77 годах и 1883 году. Николай Миклуха Маклай сразу подружился с жителями окрестных деревень, выучил их язык, установил с ними добрые отношения, и своим терпением, доброжелательностью, отзывчивостью и отвагой завоевал доверие, любовь и преданность местных жителей. Фактически именно Миклуха Маклай открыл внешнему миру папуасов берега Маклая. Во время пребывания на Новой Гвинеи русский ученый тщательно и подробно описал хозяйственный уклад, быт, материальную культуру, нравы и обычаи новогвинейцев, уделив особое внимание их самобытному искусству. Дневниковые записями Миклуха Маклая по сей день остаются непревзойденным источником по этнографии Новой Гвинеи, и в том числе из-за точного фактического материала, так как русский ученый старался воздерживаться от добавления к личным наблюдениям различных догадок и гипотез. В 1870-1880-х годах Миклуха Маклай также провел исследования на юго-восточном и на юго-западном побережье Новой Гвинеи, после которых русский ученый запишет в своем дневнике Эта экскурсия в Новую Гвинею, доставившая мне новые научные результаты, увлекает меня еще решительнее на пути исследования этого интересного острова и его жителей. Рисунки ученого, сделанные во время экспедиции, также являются ценным этнографическим и антропологическим источником, ведь они отличаются точностью пропорций, тщательной прорисовкой деталей, ярко отражают как антропологический тип, так и человеческую индивидуальность. Также важно отметить, что Николай Николаевич Миклуха Маклай – автор более 800 рисунков. Также нам важно отметить, что, несмотря на тот факт, что папуасские языки не имеют родства ни с одной языковой семьей мира, что свидетельствует также об их древнем происхождении, об их индивидуальности, русские слова являются неотъемлемой частью языка жителей деревни Бонгу на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. Во время своих экспедиций на Новую Гвинею русский ученый осознавал свою ответственность как представителя цивилизованного мира и стал водить в обиход орудия производства животных, фрукты и овощи для облегчения быта местных жителей и, в частности, облегчения быта в местах своего пребывания. Благодаря этому в языках берега Маклая появились такие слова, как топор, кукуруза и арбуз. В ходе исследования океания Миклуха Маклай также побывал и в различных уголках Микронезии и Полинезии. В 1871 году на пути к Новой Гвинеи Корвет-Витязь и Миклуха Маклай побывал на полинезийских островах Пасхи, Питкарн и Мангарева. Приблизившись к острову Пасхи, русский исследователь отметил холмистые очертания острова, которые свидетельствовали о его вулканическом происхождении. В те времена население острова Пасхи стремительно сокращалось. Если английский мореплаватель Джеймс Кук в XVIII веке предполагал, что на острове проживают от 6 до 7 тысяч человек, то к прибытию Миклуха Маклая число жителей не превышало 500 человек. Как отметил русский ученый, причиной исчезновения населения стал захват большей части его перуанцами, а половину оставшихся жителей поразило Оспу. Затем Витязь прибыл к острову Питкарн, и согласно записям Николая Николаевича, питкарнцы были одеты в рубашки и панталоны и разговаривали по-английски. Всего на острове жило 9 семей, в которых женское население превышало мужское. В жилищах у островитян стояла двуспальная постель, двухъярусная кровать и стол. Важно отметить, что остров Питкарн был слишком мал, чтобы прокормить на нем крупный рогатый скот, поэтому его там просто-напросто и не было. В свою очередь жители острова Монгарева также теплов и гостеприимно встретили экипаж Витязя и привезли с собой продукты, раковины и жемчуг. Будучи на острове, Николай Николаевич провел ряд антропологических наблюдений и собрал ценную информацию о быдалах и письменности островитян. Согласно записям Миклуха Маклая, правил островом наследный король, а главный военачальник избирался ежегодно. Кандидатам на пост военачальника нужно было отыскать и достать гнездо с яйцами птицы, которое гнездилось в очень неприступных, в очень неоголистых местах, и добыть такое яйцо, безусловно, было непросто, поэтому побеждал всегда самый ловкий и самый сильный житель. Благодаря дневниковым записям русского ученого до нас также дошли ценные описания жителей Атолова-Лиаи, которые были среднего роста, а многие молодые люди были, как ученый пишет, весьма красиво лицом и хорошо сложены. Некоторые жители также отличались высоким ростом. Ученый даже измерил рост самого высокого жителя, которого он встретил, и он составил 181 сантиметр. Судьба Миклуха Маклая также неразрывно связана с австралийским континентом, куда русский ученый впервые прибыл в июле 1878 года. Состояние его здоровья требовало повременить с путешествиями по Новой Гвинеи и переселения в места с более умеренным климатом. Помимо поправки здоровья, Миклуха Маклай планировал исследовать австралийскую флору и фауну, а также продолжить свои антропологические наблюдения. В Австралии русскому ученому оказали теплый прием. Он поселился у биолога и политического деятеля Вильяма Маклея. Миклуха Маклай также быстро сблизился и с австралийскими учеными и вскоре стал членом Линеевского общества, ведущей научной организации Австралии. В марте 1879 года Николай Николаевич покинул Сидней и отправился во второе путешествие по океане, после которого в мае 1818 года прибыл в австралийский город Брисбен. Русский ученый также совершил путешествие вглубь австралийского континента, где провел зоологические и антропологические исследования, а также палеонтологические раскопки. В 1881 году Николай Николаевич Миклуха Маклай в бухте Ватсонсбэй близ Сиднея открыл биологическую станцию, которая внесла большой вклад в развитие австралийской науки и стала достойным примером международного научного сотрудничества. В Австралии Николай Николаевич познакомился и со своей будущей женой Маргарет Робинсон-Кларк, которая была дочерью главы австралийского штата Новый Южный Вэльс. Впоследствии у них родилось двое сыновей Александр и Владимир, или Нильс и Ален. В общей сложности Николай Миклуха Маклай прожил в Австралии около семи лет. Результатом научных исследований великого русского ученого стало множество публикаций в научных журналах по зоологии, географии и геологии Австралии, а также антропологии и этнографии кримных жителей материка. По возвращению в Россию в 1882 году коллекция и сами лекции Николая Николаевича Миклуха Маклая в Петербурге в Русском географическом обществе и Политехническом университете Москвы произвели настоящий фурор в кругах ученых и интеллигенции. Важно отметить, что Николай Николаевич Миклуха Маклай также прославился как ярый борец за права жителей океании. Антропологические исследования русского ученого показали абсурдность и несостоятельность российских теорий, ставивших папуасов между обезьяной и человеком. В 1879 году русский ученый даже специально отправился в экспедицию, чтобы собрать материалы о работорговле в океане, по итогам которой в 1881 году им была представлена записка о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана, где он, основываясь на собственных наблюдениях и приводя конкретные факты, показывает подлинную сущность работорговли. В архивах фонда имени Миклуха Маклая также содержится фрагмент мельбургской газеты «Аргус», где в 1881 году было опубликовано письмо Миклуха Маклая, адресованное коммодору австралийской эскадры. Как пишет русский ученый, повторяющиеся заголовки в периодических изданиях, касающиеся убийств и различного рода издевательств на островах Южного моря, а также мой собственный опыт, который я получил, проведя несколько лет среди аборигенов нескольких островов Тихого океана, побудили меня высказать свое мнение по этому вопросу. Я готов подтвердить фактами, что учащаются случаи вывоза рабов в Новую Калейдонию, Фиджи, Самоа, Квинсленд и другие страны путем похищения местных жителей или вывоза их под прикрытием ложных договоров и лживых обещаний. Такое поведение по отношению к аборигенам островов Южных морей никоим образом не может быть оправданным. Также нам важно отметить, что в планы Миклуха Маклая входило открытие школ в новогвинейских деревнях, но колониальные державы, которые вскоре разделили всю Новую Гвинею, сочли это излишним. В 1996 году в честь 150-летней годовщины со дня рождения Николая Николаевича Миклуха Маклая он был признан ЮНЕСКО гражданином мира за его вклад в мировую и отечественную науку, а также гуманистические идеи, которые надолго опередили свое время. Дорогие друзья, на данном моменте наша лекция подошла к концу. Благодарим вас за просмотр. Надеемся, вы почерпнули для себя много нового. До скорых встреч и задавайте ваши вопросы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok